Всем привет, народ! С вами Алекс, и мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. Итак, у нас, как всегда, сегодня будет какое-то новое здание, я еще не знаю какое. Нужно чекнуть, что здесь самое дорогое, и нам предлагают вести негабарит. Нет, нет, я его больше возить не буду. Так, здесь, смотрите, маршрут примерно такой, как мы уже катались. Лол. То есть Брюссель реально не открылся? Вы же помните, когда нас телепортнули в Брюссель для ремонта, то есть получается он все-таки не открылся? А перед началом ролика рекомендую посетить мой магазин игр AlexStore. В ассортименте найдется большой выбор игровых ключей и аккаунтов, постоянные акции, подарки и раздачи. Все это и многое другое в моем магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Что за бред? Побывать в Брюсселе и он не открылся. Прикол. Наверное, поэтому автосалон даже в Брюсселе не одуплился, что он есть. Так, ладно. Такой маршрут не подходит. Ой, по Великобритании, если честно, я не горю желанием кататься. Семь косарей, а Курасан 436. Ну, если что... А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Пью, пью. Куда-то. В кале. Хм. Хм. 6700, 372 км. По-моему, то хорошее предложение было. Давайте, наверное, вот это за 6700. Наивека. Машина века. Взяться за работу. Поехали. Поехали, поехали, поехали. А, я думаю, а че мы типа не из города, я думаю, а из какой-то жопы. Оказывается, все просто. Судя по указателям, нам куда-то в другую сторону. Короче, поехали сюда. Думаю, там уже одуплимся, куда нам ехать. Это место для ночлега. Ну, ладно. Но стрелки показывают другую сторону. Мы едем противоположно. Ладно. Во, наверх. Во-во-во, отлично. Заблудился уже. Так, что мы можем в менюшке себе настроить? Расход. Судя по всему, температура и давляк масла. Тормоза и... Этот и мочевина. Че там еще? О, боже. Какие-то волки водят. Или дети. Расход. Ну, короче, пусть будет расход. Я не знаю вообще, что сюда поставить. А, так мы отсюда везли этот. Не габарит везли. Нет места, помню. И просто засекаем. Расстояние, по-моему... Какое расстояние-то? 360 км. В принципе, такое же. Только в другую сторону. И просто, насколько мы сейчас быстро пройдем. Причем на Ивека. Не знаю, насколько она мощнее. Кстати, прочитал ваши комменты. С... С какого? С первого видео. Когда мы начали новую карьеру. Потому что я их сейчас несколько подряд снимаю. Кто-то написал. К сожалению, не помню имени. Капец, собака громко гавкала. Чтобы вы понимали, у меня все закрыто. Все окна. Кто-то написал, что нужно качать параллельно. И дальность дистанции, и... Как его зовут-то? И... Короче, ценный груз. Дорогой груз. Ценный, дорогой груз. Вот. И, короче, сейчас, если нам дадут новый левел. Я буду качать дорогой груз. Как-то так. Потому что дальние дистанции у нас уже и так, в принципе, прокачаны. Так, более-менее что-то. Ну, конечно, можно было бы еще левел один качнуть. Чтоб можно было лупасить, сколько там. Ну, километров по 800 за серию. Тогда доход будет... Если более дорогой груз. Ну, в общем, мы сейчас, наверное, чекнем, если нам дадут левел. Типа, что в идеале накачать, чтобы больше платили. Ну, потому что там, в принципе, расписывают. И... В идеале где-то до косаря катать за серию. Боже, снова дождь. В прошлой серии дождь был постоянно. У нас в городе дождь идет. Хотя нет, сегодня уже снег лежит. Первый. Который лежит. Который я вижу, чтобы он лежал возле моего дома. Короче, летим. Кстати, маршрут тот же самый. Смотрите, вот мы едем сейчас по той же дороге. Ну, в данный момент тот же самый. Нифига. Слушайте, и века не поворачивает точно так же, как в Вольво. Вот, просто закладываю в пород, вообще не вписываюсь. А Вольво, получается, новое не поворачивало, да? А старое вроде бы нормально рулилось. Так, а и века как выглядит? Вот такая и века. Я просто, чтобы запомнить, чтобы больше не покупать. Ну, точнее, больше не покупать. Потому что у нас еще первого грузовика нету. Я понимаю, что это и века. Я не хочу себе ее. И Вольво ту новую. Я не знаю, как я раньше катался, но... Блин. До полтинника сбросил, чтобы вписаться. До полтинника. На другом грузовике я бы тут под сотку влетел бы, и ничего не произошло бы. Странная система. Так, что по расстоянию? Смотрите, уже осталось 317. И скоростя-то какие-то, смотрите, 60, 70, 80. Просто летим с нереальной скоростью. А доход, получается, за такое же расстояние, ну, половина. От того, что нам платили за негабарит. Но мы-то проезжаем намного быстрее. Ну, может, не в 2 раза быстрее, но тут проще. А хотя, может, реально в 2 раза быстрее. Там у нас скорость была 60. Тут, вон, сотка, 110. Просто и века не поворачивает. Вот. А так, в принципе, мы там можем сейчас еще один взять. Плюс они там где-то тупили, где-то кого-то нужно обещать. Ты просто едешь, отдыхаешь себе, ни о чем не думаешь. Тачки врезались. Такое бывает. Ну, просто сотку, смотрите, стабильно идем выше сотки. И там мы проезжали, смотрите, мы там прямо ехали. А тут мы сворачиваем на магистральку. Нифига, вот когда сверкает, прикольно. Хорошо все видно. Так, давайте оттормаживаться. А тут мы прямо ехали по мосту. Слушайте, ну, потому что тут все желтенькое. Мы тут, судя по всему, были уже. Топливо, кстати, полбака, наверное, чтобы я нигде не катался. Вот сейчас со спуска разгонимся хоть до соточки, наверное, да? Ага, мечты. Блин, настолько налеплено на этом, на нашем спидюке всего. Цифры, смотрите, каждая 10 км налеплены. Так, СТОшка там есть. Место для ночлега. Как вы помните, мы качаемся сейчас без этого. Без кредитов. Так сказать, кредит зло. Потому что в АТС, как вы помните, мы влезли нормально так. Ну, мы там рассчитываемся, но мы влезли. Сейчас что-то будет, да? Если кто-то тормознет жестко. Вообще идеально. Сколько мы едем? 120. Причем 121 км в час. Ну, уже 124. А стрелка там просто лежит уже будто 130 прям. Так, снова очередной поворот. Этот фурик, скорее всего, будет туда сворачивать, поэтому я буду его обгонять. Я бы что-то ударился. Походу, правой частью об забор. Но я не уверен. Ну, точно не об грузовик. Я сначала подумал об грузовик, а потом думаю, да нет, быть такого не может. Нифига себе, что-то произошло. Тачка загорела. Аудюха. Так, блин, придурки. Постоянно меня режут здесь. Так, ну что по расстоянию? 240 км уже осталось. Представляешь? 240. То есть мы проехали 140 км уже. Просто пролетели, будто их не было. Слушайте, это же автоматом, да? Оплата или нет? Или мы не пройдем здесь? А, автоматом. Ну, отлично. Скания топит. С цистерной. Давайте совок у нее украдем. Вел на транспорт. Все, едем. Нормально. Обогнали. Слушайте, ну реально быстро двигаемся. 200 км осталось. В принципе, ну практически половину проехали, можно считать. Скорость снова, смотрите, за сотку уже прет у нас. Вообще ехать на изи. Мне кажется, сейчас до самого нашего пункта назначения будет только трасса. Мне так кажется. По названию мы по какой-то Франции едем, походу. Но летим хорошо. 124. 124. О, 125. Рекорд сегодня. Нифига себе. Что, 130 пойдем, что ли? Вот, по-моему, подъемчик начинается. 129. 130 есть. Отлично. Сейчас вот тут не впишемся. Ух ты, блин, закладываю просто. Ну, кстати, не опрокидывается и века, на удивление. Потому что она нифига не поворачивает, поэтому и не опрокидывается. Ну, как помните, там, если переборщить с поворачиваемостью, ну, типа, как руль будет крутиться, то там просто можно от таких дел натворить. Просто фура будет в каждом повороте опрокидываться. Ремонт дороги. Ну, давай. Капец, длинный тут ремонт дороги. Сваливай. Да ты, блин, какого хрена ты тормозишь вообще? Собака, блин. Берет, специально тормозит, потом уходит в тот же ряд, куда я ухожу. Сейчас я тебя зарежу нафиг. Пижон, блин. Иди сюда. Страшно? То-то же. Ехать, понимаешь ли, не дают нам. Кстати, у нас, по-моему, ни одного светофора не было за всю дорогу. 163 км. Почти приехали вообще ехать на изи здесь. Просто едешь и не паришься. Класс. Такое ощущение было, три дворника. Нет, два дворника. Слушайте, в ЕТС есть хоть какая-то тачка, у которой три дворника или нет? Мы же прямо можем проехать, да? Невидимая стена. Нет, нет, вертолет, твою мать! Блядь. Невидимая стена. О, 10 процентов, да? Ну, грузовик хотя бы. А, груз хоть ноль. Невидимая стена. Сейчас, походу, прикол такой, что я не смогу здесь проехать. Ну, типа, мне же надо как-то сейчас вырулить, потому что у меня тут прицеп завернуло. Хм, ну, может так сделаем, да? По-дебильному. О, придумал. Че, понял, мы сейчас вот так вот вывернем. Че-то я натупил, не знаю, почему я натупил. Ну, вот это бред. Ник вертолета, ладно, проехал бы. А че тут невидимая стена? Причем, и урон пошел из-за нее. Если б урона не было, я бы еще понял, типа, как вот эти вот, ну, типа, куда ехать нельзя в игре. Так, давайте газ в пол. Пока трафика нет. Они нам не дадут проехать здесь. Ну, я сейчас просто сделаю, как мудак, и все. Че, нам привыкать, что ли? Вот этот объезд сейчас капец, как не вовремя. Но с негабаритом, наверное, такой фигни не бывает. 180, то есть нам маршрут вообще переделали, да? То есть мы могли, по сути, по трассе лететь нормально, быстро. Сейчас придется ехать... Да, в принципе, насрать, да? В принципе, насрать. Нормальный маршрут. Нормальный маршрут меня вроде все устраивает. Можно и тут проехаться. Но если сейчас прям будет разворот какой-то здесь возможный, то... Нет. Нет возможного разворота. Капец, вот поток пошел, да? Я думал, я проскочу. Просто вертолета не видел. Я думал, сейчас проеду, типа, и все. А там, походу, невидимая стена из-за вертолета. Так, где мой чаек? Ну, чаек уже остыл, наверное. Просто кофе закончилось. Ой-ой-ой, чуть не мазался. Хорошо, что там отбойник закончился. 160 км. Ну, это намного же веселее, чем с негабаритом кататься. Согласитесь. Так, вот тут нам, по идее, нужно направо уйти, да? Нет? А, да. Походу, сейчас все фурики туда же пойдут. Просто интересно, они-то посворачивали. Им же не всем нужно было туда. Но сейчас просто интересно, все будут уходить направо или нет? Я тут, по-моему, поворот включил, но не свернул, который слева от меня. Или мне показалось? Так, тут, по-моему, надо оттормозиться немного. Нифига тут узенько. Я же говорю, блин, французы. Вот эти для своих маленьких машинок детских. Понаделали. Резервы, это что такое? Париж. Кале. Какая-то собака дохлая валялась на обочине, по-моему. Все. Можно топить. Ну, сейчас, конечно, дороги будут не супер, такие же, по которым мы начинали, но... В целом, все равно нормально. Мне так кажется. Смотрите, хоба. И полетели. 124 километра осталось. Прием уже 80. Просто нереальная скорость. Снова какой-то ремонт дороги. Вы издеваетесь? Так, надо их объехать. Сейчас тоже какая-то невидимая стена начнется. И вся дорога дождь. Вся дорога дождь. Причем дождь в настройках. Там стоит вообще на фигню. Где это? Геймплей? Ну, типа... 2 пятых, что ли. Он дубасит прям вообще конкретно. Впишусь, не впишусь. Черт его знает. Пока что вписываемся. Капец. Хорошо, что трафика нету. Мы летим, будто ралли в Великобритании. Ну, по крайней мере, вот так вот ландшафты эти выглядят. Я понимаю, что мы во Франции. Но прям хорошо. Прям реально хорошо. Под 130 почти. Блин, снова ремонт дороги. О, трафик появился. Кого-то догнали даже. Прикиньте просто такую картину. Когда автобус плетется и километров 40, его фур обгоняет на 130. Мне кажется, мы уже приехали. Уже с такой скоростью лететь. 65 км. Ну, это сейчас уже будем подъезжать. Так, вот тут что-то опасное намечается. А не проще было эту дорогу прямо проложить? Офигеть. Бабах. Та-дам, 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 та-дам. Нормально. Засейвились. Походу, земля чья-то. Потому что дорогу проще было просто наискость проложить и все. Снова ремонт дороги. Вот за этот участок, то есть не за эту поездку, а за этот участок, уже третий ремонт дороги. Мне кажется, уже город сейчас будет. Сейчас, наверное, будет развязка какая-то, и город начнется. Ну, поливает добротно. Так, кале прямо. Да, вон развязка, в принципе, прямо сейчас будет. И походу сразу за ней будет город. Ну, я так думаю. Города не видно. 29 км. Ну, где-то вот-вот-вот. Я думал, что мы те 60 уже пролетели. Так, ну, кале прямо. А, это ж наша любимая дорога. Че, серьезно, это она? Это сейчас кольцо будет или нет? Или я ошибся? Ну, это ж типа кусок, как дорога дорогов. Но он же, да, или нет? Че-то я не догоняю сейчас. А, да. Да, смотрите, вон кольцо по карте есть. Реально. Блин. Родную дорогу дураков не узнал. Представляешь? Типа там радары стоят. Стекловоз какой-то. 329. Типа Франция. А че, кале во Франции? По-моему, кале было всегда, да? Типа и бездел сей Франции было. Или я ошибаюсь? По-моему, да. Так, че у нас там? Гараж, СТО. База где-то в жопе. Я предлагаю проехать мимо гаража. Хотя не знаю, че это нам даст. Вау. Стоп, машина. Ну, мы-то по факту уже нарушили, но да ладно. Ладно, поедем направо. Ивека тоже. Брака называется. Но это Ивека, по-моему. Лицензии просто, наверное, нет на эти грузовички маленькие. Но то, по-моему, Ивека. Напишите в комментах, кто шарит. По-моему, Ивека был. Так, налево. Обнаружен автосалон МАН. Прикольно. Можно мне карту показать? Так, и направо. Я поражаюсь этого ЕТС, который предлагает дороги какие-то более запутанные, чем... Можно было аж там прямо проехать, свернуть направо и все. Нет. Нужно влево, вправо, везде подряд покататься. Смотрите, грузовик года 2013. Ивека. Который не поворачивает. Но выглядит, в принципе, прикольно. Но я думаю, что на нем мало кто катается. Ну, в игре. Потому что он какой-то... Посмотреть с другими, он какой-то компактный. Все остальные выше кабина там и так далее. Естественно, всем хочется большой красивый грузовик. Это какой-то маленький. Для каких-то детских грузов. А так, в целом, вроде бы неплохо выглядит. Короче, нормально. И так сойдет. Чпоньк. А, так мы тут вообще прям мастера парковки. Так, ну что, результаты. И у нас четвертый уровень стал, по-моему, да? Так, кто там? Так, давайте чекать. Эко вождение. Опасный груз, это просто опасный. Ладно, дорогой качнем. Ну, по факту. Ну, смотрите, что хрупкий, что дорогой. 15% к оплате за доставку хрупкого груза. Увеличение на 5%. И увеличение на 5%. То же самое. Вообще никакой разницы. Проще качнуть, наверное... Нет, давайте качнем дальность. Давайте дальность. Ну, потому что... Там уже реально нужно выбирать, типа, дорогой, хрупкий. Нужно все по чуть-чуть вот так качать. Не опасно, но нужно будет качнуть. Так, давайте, наверное, еще какой-то груз успеем отвезти. У нас 31 косарь евро на счету. Что самое дорогое? ДСП 13 тысяч. 785 км. Вау. Ого. Это в какую-то вообще жопу. Не понял. А, сухопутная 742. Думаю, что там 200 км ехать, что ли? Все остальное по воде. 714. 5 тонн. 644. Надо взять. Потому что 5 тонн. Это вообще изи. Изи. Расстояние, да, нормальное. Но учитывая, что там расстояние чуть больше, тут чуть меньше, тут оплата чуть меньше, там чуть больше. Но здесь вес намного меньше. Поэтому. А, блин, снова эти парковки детские. Чего мы хоть везем? Тромери. Блин, ну такое название, будто какое-то бухло. Чего мы не едем? Нам куда? Налево. Через светофоры, как всегда, наши любимые. Это вот тромери, вот как бухло какое-то. Типа как мартини. Звучит. Так же вот тут, как там эти бетономешалки, эти тигарбы. На всех написано. Тоже как бухло какое-то. Логотип такой. ДТПшка? Нет. Я притормозил. Я помню просто, что мы тут столкнулись в прошлый раз. Блин, автовоз тоже едет? Ты, поворотник левый включил бы. Чего ты встал? Эх, водилы. Так, я на кольце. Погнали. Хотя, стоп. Надо сейчас карту, наверное, открыть. В идеале проложить себе какой-то маршрут. Классный. А, ну в принципе у нас маршрут и так весь по трассам. Ну так бы нормально. Вообще идеально. Сейчас будем лететь. Наваливать. Так, что можем себе тут поставить интересного? У нас в принципе спидюк по центру вообще. Цифровой. Поэтому, что у нас тут будет настроено вообще, в принципе, по барабану. Топливо пусть будет. Так, нам налево. Не знаю, кто-то ехал там слева или нет, я даже не чекаю. Все, полетели. Я думаю, что эти сейчас 635 км мы пролетим просто на раз-два. Если нигде не убьемся. Рено Магнум. Прикольно. Моя любимая машина в этом, в дальнобойщиках вторых, баланс скорости и веса. Просто можно топить под 140, 160, 170, если раскочегарить. И загрузка 16,5 тонн. Ну, там, естественно, не тягач. Это просто пушка. Валит нереально. Управляемость хорошая. Супер просто. Вот, например, а здесь на Магнуме я толком никогда не катаюсь в этой весе. То есть, в каждой игре выбираешь свою машину. Где-то одна нравится, где-то вторая. А так, кто-то спросит, какой любимый. Блин, ну смотря в какой игре. А в жизни, черт его знает, в жизни любой, да, и ты такой, о, прикольно. Ну, мне так кажется. Так, а сейчас... О, боже, что тут происходит? Мне бы в левый ряд сейчас фуру эту подрезать с коровками. Почему-то конфеты вот эти вспомнил, коровка. Так, нам наверх. Думал, дождь закончился, только если мы под мостом проезжали. Ну, давай, легковушечка. Топни, топни. Ну, ладно, тогда я топну, раз ты не хочешь. Сейчас испугается. Он вообще остановился, бедный. Ну, а чё тупить за ним? Непонятное дело, что я так не катаюсь по городу. Хотя, кто знает? Никто ж не видит, как я катаюсь. Надеюсь, сплатных дорог не будет. Я их ненавижу. Вот эти остановки постоянные. Смотрите, как удобно расположено зеркало. То есть, камерой крутить не нужно. У нас левое зеркало видно. Сфера хорошая. Чё там ещё? Так, подождите. Тут что, ремонт дороги или что происходит? Чё, все тупят. Зеркало вот вперёд грузовика ещё смотреть, чтобы никакой пешеход туда не подлез. Или легковушка. Вообще, тупо всё видно. Насколько идеально сделано, да? И причём бошку вообще никуда поворачивать не нужно. Единственное, что не хватает, навигатора в салоне. Чтоб на карту на эту не смотреть. И спидюк ещё цифровой. То есть, не нужно вот это вот F3 нажимать, чтобы смотреть на скорость. Вообще, просто тачка идеальная. Только нет карты. Карту воткнуть. И всё. Больше ничего не нужно. Тихо. Надо тормозиться. А то я сейчас улечу куда-нибудь. Так. Ну чё, топнем? Надеюсь, фурик перестраиваться не начнёт. Хуйланд. Да хуйланд. Там написано, не он был. Какой-то, я не знаю. Грузы хуйланд называются. Мы, кстати, с таким ещё не катались. Так, 535. То есть, мы сотку уже пролетели. Вообще на изи. Просто на изи. Даже не чувствуется. Плак. Плак какой-то. Чё-то слово знакомое. Нифига поток фур какой. Что в нашу сторону, что в встречке сколько. Просто бешеный поток идёт. Пожалуйста, не сейчас. Спасибо. Хотя мы бы тут, в принципе, все поместились. Хотя чёрт его знает. Может, он в лес бы, всю дорогу занял бы. Да и всё. Так, нам прямо. Вот если бы тут сейчас был ремонт дороги, вот это было плохо. Кстати, дождь закончился. Я всё ещё с дворниками еду. Нифига, чё мне там качнуло. Дорога какая-то кривая была, что ли. Или снова кого-то переехали. 137. Просто-напросто. Нормально едем. Это в два раза быстрее. Даже больше в два раза быстрее, чем мы ехали с негабаритом. И там пока разгонишься. А тут разогнался. И всё. Ты просто держишь скорость и ни о чём не думаешь. Вот тут только стоит подумать, чтобы не опрокинуться в этом повороте. Хотя... Нормально. Нормально. В пол топлю, вроде бы вписываюсь пока что. Блин, мне нравится. Я реально кайфую. 464 км. Короче, километры начали с такой скоростью летать. 140 прём. Просто 140. Сейчас идти направо, начнут сворачивать, да? Только именно тогда, когда я уйду направо, чтобы их объехать. Так, я понял. Легковушка не планирует этого делать, поэтому лучше я тут проеду. Он причём ещё не обогнал. 144. Капец. Просто летим. ДТП-шка что ли? Да, бампера нет. Вот поворот налево, сейчас возможно мы будем заваливаться. Потому что достаточно резкий. Судя по карте. Хотя... Ну, я попробую вписаться. Ух ты, блин. Вот это было очень близко к отбойнику, но пролетел. Но было очень быстро. Быстро, близко. Да капец, они там гавкают. Но по-прежнему летим 140. Главное, что скорость не потеряли. Потому что 40 разгонять на нём тяжело. Мне кажется, это не топовый движок, потому что разгоняется тяжеловато. Плюс с учётом того, что у нас 5 тонн. Вообще идеально едем. Быстро, комфортно, везде по магистралям. Никаких вот этих ремонтов дороги, там ничего такого. Никаких торможений. Просто берём и летим. Вот это мне нравится. Так, ну... Почти, почти проехали половину. Интересно, сколько реального времени заняла вот эта поездка? Заняла. Она ещё не закончилась у меня, но... То есть не игрового, а именно реального. Тачки везут, что ли, или что это? А, да, тачки. Снова фура. Фура. Ещё одна фура. Автобус. Потом снова фура. Ну, легковушку-то не считаем. Ого, подъёмчик. Так, ну-ка, 146 идём. Какая скорость останется? Падает, но не так сильно, как я ожидал. Но 134 вылетели-то. Как бы. Коровы. Понятно. Думаю, что там такое высокое? Может дальний... Ох ты, блин. Слушайте, давайте с дальним ехать. С дальним видно всё просто шикарно. Мне кажется, сейчас мы денег очень быстро поднимем. На такие дистанции. Мы сейчас ещё грузовик свой купим. Начнём на нём летать. Будет зарплата ещё выше. А чё такое едет? Чё за машина, народ? Давайте быстро, пока ещё не догнали. BMW? Я издалека думал, может, Ягуар какой-то. Фары какие-то закруглённые были, непонятные. BMW. Обогнали, хоть обогнали. Так, вот тут надо точно тормозить. Ну, хотя тоже 130 идём. На 140 я бы не вписался никак. Рыношка, в принципе, получается, ещё нормально вписывается. Не опрокидывается. Блин, машина... Может, нам надо рыно покупать? Как вы думаете? Машина слишком хорошая, получается. Так, фурик сгорел. Чё, направо уйдёшь, нет? Сейчас начнёт уходить, когда я уже буду справа. Нет, топит. Ты смотри на него. 275 км осталось. Так, ну я задал ему на колёсах. Чё, влево хотел уехать, что ли? Ему тачка помешала, что ли? Какой-то у него такой манёвр был жёсткий. Я в пол топлю. Даже не торможу. Шкода. По-моему, Шкода. Да, судя по фарм, Шкода. Блин, то, походу, какие-то стыки на асфальте. Только что снова тоже будто кто-то взад въехал. Так, ну разгон, конечно, медленный, но... Сейчас разгонимся. Сотка уже есть. Асфальт, смотрите, прикольно сделан. Отличается от другого асфальта. Коснобрук, Дортмунд, Дюйсбург. Так, маленький спуск. Помогает нам разогнаться. У нас, походу, хочет обогнать какая-то легковушка. Да, вот это стык был. Снова стык. Все, летим. Снова скорость 130. Можно ехать. Ни о чем не думать. И, в принципе, получается как раз-таки вот этот наш маршрут практически как два тех с негабаритом. Только оплата здесь сейчас у нас какая-то так себе. Не очень. Хотя не помню, сколько денег. Что мы хоть везем? Зенитные фонари. Зенитные фонари. Что такое зенитные фонари? Это не тот, который в эту ракетницу вставляется. Ох ты, блин. Ох! Офигеть. Хотя, по-умному было бы туда сейчас вниз съехать. Но я до последнего пытался. Типа вот эти фонари. Ой, фонари эти. Зенитные фонари. Типа в ракетнице вот эти. Патроны, так сказать. Которые сигнальная ракетница. Или что с зенитным фонарь? Я просто не шарю. Зенитный фонарь. Сейчас в нете введу зенитный фонарь. Это то, о чем я думаю или нет? Ну, то, что я сейчас описал. Так. Зенитный фонарь. Серьезно? Серьезно? Лол. Народ. Кому интересно, просто чекните в гугле. Я бы никогда в жизни не подумал, что это зенитный фонарь. Любое другое название, но не это. Ой-ой-ой. Зенитный фонарь. Прикол. Вот это реально прикол. Такого я не ожидал. Причем никак не ожидал. Зенитный фонарь, блин. Кто придумал название это? Для этой штуковины. Я думал, реально для ракетницы. Но это нифига не для ракетницы. Капец. Человек вкусненький. Надеюсь, вы тоже человек пьете. 123 км осталось. Почти приехали. Смотрите, уже утро наступило. Почти. Три утра. Интересно, здесь можно типа этот поставить синхронизацию времени реального и игрового? То есть, чтобы в игре было, например, там ночь. Вот реальных там 8 часов, чтобы было темно. Или нельзя так. Было прикольно. По-моему, в каких-то играх так можно делать. По поводу ИТСа, не знаю. Но автобус просто решил свалить. Он думает, ну его нафиг. Капец, так жмусь к отбойнику. Мусорным пакетом съезд завесили. Аудюха нормально топчет. А третья. Смотри, догнать не могу. 145 про. О, притормозило. А мы со спуска. 150. Рекорд сегодня наш. Наш рекорд. Давай, 155. Пожалуйста. Есть. Красиво. 155. Как-никак. Нормальная скорость. Тысяча метров до чего-то. Развязка какая-то. Или фиги узнает. Почему не сделают на игровые километры всю эту фигню? Что в АТСе, что в ЕТСе получается так, что вот этих указателей до чего-либо в километраже, они отличаются. Вон, 500 метров до съезда. Смотришь из салона на это все дело, мы проезжаем километра два до этого съезда. Нифига себе, кого-то словили три тачки полицейских. Ох, блин. Человек просто великолепный. Аусфарт какой-то. Короче, этот съезд. Будем понимать это так. Значит. Брямин? Светофор. Конечно, все классно, хорошо, что светофор, но, блин. Здесь направо-то нам нельзя. Не люблю светофор в таких местах. Поехали. Вот Магнуму не идет трехосник тягачу, а тому нужно двухосник. Давай, зеленый, пожалуйста. Пока я подъеду, зеленый, организуйте. Ну, пожалуйста. Спасибо. Но я все равно тормозить уже начал. Ограничение сотка. Так, надо сотку разогнаться. Судя по зеркалу, у меня лабаш какой-то запотевший. Хотя нет, вроде все нормально. А, то кусок этого, торпеды. Походу. Да? Да. Думал, лабаш запотевший. Так, ну мы что-то и приехали. О, зеленый. Зеленый, зеленый, зеленый. Это для меня. Спасибо. Еще один зеленый. Ну, раз он зеленым горит, значит я проезжаю. Бремен. А тут красный сейчас сменится на зеленый, пока мы едем. Идеально. Это, наверное, мой самый идеальный проезд по городу со светофорами. Просто на все зеленые. Это идеально. Так. Давайте будем выгружаться, парковаться. Чапоньк. Не доехал. Ознакомиться с текущими заданиями. Задание наше текущее, это парковка. Как бы. Мы с дальним по-прежнему, да? Давайте хоть ближний включим уже. Я походу отупел уже. Я могу сказать, что раньше мне было легче парковаться здесь в игре. Сейчас что-то как-то паркую странно. Будто не с первого раза. Фу, блин, мне показалось, титаны какие-то стоят. Вот так вот как-то камеру поставил. Думаю, чего? Так, все. Что вы нам скажете? Опа. И еще раз новый уровень. Так, ну что качнем? Что качнем еще раз дальние дистанции? Может добить их до полного и уже потом дорогие грузы всякие качать? Или опасный качнуть разок? Так, категория 1 взрывчатый материал. Таких динамит. О, мы в этом возили же динамит в этом. Как его зовут? В АТС. Нормальные бабки за динамит. Так, грузы, прямые перевозки. Просто чекаем, что у нас потом будет возможное. 17 косарей на 1000 километров через всю Францию. И века, которая не поворачивает. Нет. Вольво. Я думаю, что мы поедем с говядиной. Тушеной. Блин. А у Вольво-то тоже свой плюс, как бы. Причем огромный плюс. Вы просто понимаете, какой? Вес 4 тонны, как бы. Но здесь через всю Францию. Но дороги здесь, походу, нет нифига. Так, как нам нарисовали? Как-то... А, ну хотя по трассам вроде бы. Ну правда, вот каждые 100 метров платная дорога. Ну так ось. Короче, я думаю, что мы решим. Ладно, народ. Думаю, что закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. А с вами был Алекс. И всем пока-пока.